Юрий Васильевич, вы автор доклада, согласно которому население России к 50-му году уменьшится вдвое. К концу столетия, не 50-го, а концу столетия. К концу столетия, прошу прощения. Объясните, откуда такой пессимизм? Это не пессимизм, это, прошу прощения, банальная статистика, причем по среднему, в принципе, сценарию. То есть есть оптимистический, пессимистический и средний. Можно спорить, там, 80 нас миллионов останется или 70, никто это не знает и это бессмысленно обсуждать. Но то, что мы уполовинимся, если ничего не изменим, вот это реальная демография. И мне, честно говоря, стыдно, мне просто стыдно, что наши высокие чиновники просто не имеют элементарно нормальных каких-то кривых нашей демографии, хотя бы из ООНовских докладов и так далее. Потому что все это разговоры о том, что достижение власти. А что будут говорить через 5 лет? Когда будет не нравится Валерию Владимировичу яма, я понимаю, но когда будет яма? Что они будут говорить? Что это американские влияния, так сказать, вредные, да? А потом опять чуть-чуть волна поднимется, но на меньшем уровне. Примерно там к 30-е годы пойдет. То есть вот эти дети, которые сегодня из той большого поколения, они воспроизвелись, они опять воспроизведутся через 20-30 лет. Там опять будут достижения. Это стыдно, это позор. У нас ни у одного чиновника, в том числе включая премьер-министра, который выступает с докладами, где он себе приписывает там чуть ли не каждого ребенка, так сказать, не знаю, может он имеет в виду что-то другое. Это, к сожалению, объективные процессы. У нас демографическая катастрофа, у нас синусоида затухающая. Яма, чуть-чуть горбик, яма, но каждый этот горбик меньше, меньше, меньше. Поэтому мы находимся в ситуации демографической катастрофы, без чрезвычайных мер, это главная проблема страны, без чрезвычайных мер мы не выправимся. А нам болтают с утра до вечера всякие глупые сказки. И, наконец, самое главное, что значит, допустим, был рост там небольшой, вот замечательно все, да? Но, вы меня извините, во всех старорусских регионах никуда эта минусовая убыль, естественная, так называемая, ну, по-человечески противоестественная, никуда не девалась. И во всех основных регионах она такая была, даже в сладкий там, 14-й год и так далее. Поэтому хватит врать, это неприлично. Это значит, что наше правительство и высокие чиновники, они путают ситуацию. Они вместо того, чтобы схватиться за голову, что делать? Искать новую экономическую модель. Новый политический курс. А они стоят, бьют себя в грудь и говорят, как они хорошо поработали. Вот дети появились. Объясните мне, пожалуйста, кто эти злодеи? Вот мы обсуждаем, и все вроде бы понятно и очевидно. Кто эти злодеи, которые не дают реализовать в нашей стране такие простые вещи? Я с вами не согласен, что все очевидно. В этом плане центральное слово, которое отец Дмитрий сказал, вообще главное слово, слово «герой». То есть что я имею в виду? Герои не в смысле в бытовом плане, что там куда-то на крепость бросаются, на танки и так далее. А герои в том смысле, что это особая социальная страта, это элита, подлинная элита нашего общества. Потому что в обществе у нас есть только одна проблема. И не случайно отец Дмитрий говорит, что и воевать скоро некому будет. И это следствие того, что у нас малодетность. Поэтому, я даже не согласен, тут чуть-чуть мы обсуждали с Ольгой Николаевной, она тоже со мной согласна, я и с ней согласен. Но вот она, когда говорит о социальных гарантиях поддержки, в 2000 году зарубили закон на самой последней стадии о государственной поддержке многодетных семей и так далее. Мне кажется, что поддержка, я уж не говорю про зачисление в малоимущие целой категории, это унизительно. Оптимально не воевать, но зачисление в малоимущие наводит на странные размышления о социальной какой-то росте. Вот опять, в голове все определяется сознанием. В голове совершенно нет понимания первичного, вторичного. И в этом смысле нужно, вот я предлагаю закон, и мы концепцию сейчас разработали, и хочу, чтобы и Ольга Николаевна потом может обсудить, покажу ей, о статусе многодетных семей. Это совсем другой закон. И вот здесь закон о статусе депутата. Ну в том смысле, что депутат, он приравнивается к министру. Ну есть закон о госслужбе. О госслужбе. Всем понятно, вот раз статус такой, нравится, не нравится, там и так далее. Если многодетная семья и с детишками все нормально в целом, да, вот без этих действительно псевдо-стандартов завышенных, то это значит, это те люди, это тягловые люди, это коренники, которые тянут страну. Потому что действительно вымрем и все. И потом археологи только будут изучать и говорить, какие-то тут дураки русские жили, куда-то пропали. Мне кажется, очень важно все-таки нам признать главное. Вы говорите, а почему вот там плохие люди как-то не хотят. Это действительно нет понимания. Действительно нет понимания. Потому что в данном случае, посмотрите, и совершенно правильные комментарии были, когда мы смотрели. Мало того, что тащат 8 детей, одна женщина, человек, да, то есть кормят, воспитывают и детский сад условный. Еще и драйвер, прошу прощения, шофер, еще и шофер, еще и организатор хозяйства, поскольку тут выплачивают кредит, и социальный работник, доставка продуктов и так далее и тому подобное. Поэтому в законе о статусе многодетной семьи, который элиту сделает многодетную семью, первое, мы должны в зависимости от количества детей платить зарплату. Потому что это колоссальный труд, и на Западе даже такое, о мета ционе, есть интересный социолог, он вообще говорит о parenting industry, то есть родительской индустрии, что это колоссальный труд, который может быть важнее большинства других трудов. Первый пункт. Второй пункт. Не уверен, что выдали земельный участок, женщины, но даже если выдали, нет инфраструктуры, если есть даже инфраструктура и все такое прекрасное. Чаще всего не берут, или выдают, или выдают в зоне отчуждения железных дорог, чего только не бывает. На чем строят? Опять провалено все, провалено, и провалено опять Единой России, которая провалена. Почему? И Общероссийский народный фронт очень тихо поднимает эту проблему. Наталья Петровна не входит в состав Единой России. Третий момент. Нет, я просто говорю про Общероссийский народный фронт, который начал несколько раз поднимать эту тему землей и так далее с инфраструктурой. Третий момент. Это вопрос, связанный с тем, со статусом, потому что у ней должен быть, знаете как, на машине там и везде, книжка, так сказать, куда прохожу везде. Я так утрирую чуть-чуть, но это статус. Это женщина, которая вытаскивает страну из демократической катастрофы. И так далее. То есть в этом смысле система мер. А что у нас получается? А у нас высшая школа экономики. Раз и говорит докладик, и говорит, а многодетность очень опасна для страны. Вы не знали, кстати, да, Дмитрий, а почему? А потому что она менее социально-экономические показатели, и, соответственно, она плодит бедность и нищету. Поэтому маму посадить в тюрьму надо быстрее, потому что она там не выпустит. А у нас принято решение борьба с бедностью, да. И, соответственно, нужно всех многодетных запретить. Вот когда детей не будет, child free, ну и прошу прощения, все-таки пособия очень важны. Но самое главное не в этом. Проблема духовная. Весь мир идет к принудительной малодетности. И Африка, и Азия через 40 лет будут с одним, двумя или вообще без детей. Поэтому это культурная проблема. У России есть уникальный шанс сломать эту парадигму вымирания, парадигму самоуничтожения. Давайте сделаем ставку на многодетных сетях и покажем всему миру пример. Может быть мы дошли до какого-то порога цивилизации, условно говоря, при котором это естественный процесс? Давайте, во-первых, все-таки здесь все согласны, по-моему, что это процесс противоестественного. Это первый момент. От того, что есть тренд, нет, ну подождите, от того, что есть, например, тренд, да, увеличение числа курильщиков. Но от того, что тренд есть, вопрос управления и государства заключается не в том, чтобы не знать тренд, его надо знать, но выстраивать свою политику. А у нас, как говорил еще Ленин, коммунисты махают руками, а их ведут туда, куда хотят. То же самое у нас, о, есть тренд, мы не хуже там Америки, мы не хуже Германии. Я просто не читал такого, Ленин говорил, да? Да, 20-е годы. Но мы не хуже Германии, мы не хуже туда и так далее. Все не так. Это, понимаете, последние все тысячелетия ограничением рождаемости была еда, болезни и так далее. Сегодня человек сам самоубийственным сознанием ограничивает количество детей. И еще раз повторяю, и Африка, и Азия через 30-40 лет, они вот при этом тренде туда же все пройдут в эту принудительную молодетность. Принудительной размером квартир, принудительной невозможностью нормально растить 8 детей и так далее. Поэтому, еще раз повторяю, нельзя только пособие говорить, мы еще что-то говорим. Должно быть кардинальное напряжение сил страны. Мы должны произвести реальную революцию. Это не видно, это на тысячелетия надо все по-новому посмотреть. Не надо стесняться искусственности. Еще раз повторяю, надо многодетную семью ставить в центр всей политики правительства, помогать ей, да, строго следить, чтобы не было каких-то отклонений. И еще раз, труд матери и отца большой русской семье делать все. Я скажу по-простому, чтобы мы не вымирали, в 35-40 годах у нас должно быть половина всех семей многодетных, половина. Иначе вымрем.